Мафия 2 феноменальная игра. Ее разработка длилась долго и по итогу некоторые геймплейные элементы пришлось вырезать, а сюжет лишился выбора концовок. Но несмотря на это, она все равно снискала большую любовь фанатов. Я обожаю серию Мафия, сейчас очень жду сицилийскую The Old Country. Ранее я уже рассказывал о 5 лучших и о 5 сложных миссиях в оригинальной игре и ее ремейке. По моему мнению, конечно. Если не смотрели, переходите по подсказке. Сегодня же я хочу рассказать о 5 лучших главах второй части, которые мне запали в душу. Обязательно составьте свой топ в комментариях, также поставьте лайк под видео и подпишитесь. На всякий случай это видео доступно в ВК, Ютуб и Бусти. На последней платформе меня можно поддержать и рублем. Ну что, погнали! 5 место я отдам второй главе. Она называется Дом, милый дом. Вита возвращается домой с войны. На вокзале его встречает друг Джо, вместе они выпивают, а Барбара обещает отмазать скалету от армии. Потом Вита направляется домой. Ох, сколько сценок воссозданы в этом небольшом переулке. Здесь можно и с газетчиком поболтать, и наткнуться на старых знакомых. После, самое главное, встреча с жеными, которых герой давно не видел. Все это в самую холодную зиму в истории, под нескончаемым снегопадом. Для меня это самая ламповая и уютная глава. На утро избив вымогателя, выясняется, что отец взял много долгов перед смертью. Нужно их отдавать. За помощью Вит отправляется к Джо. По дороге можно встретить ругающуюся парочку. Доме можно помочь починить машину. Барбара, в свою очередь, знакомит друга с местным криминалитетом. Героя освобождают от армии, учат угонять первую машину, потом перебивать ей номера, ну и бонусом выдают ствол. Скалета выполняет свою первую работенку на майка Бруски, продырявливает несколько бомбистов и угоняет у них машину. Но к концу дня он не возвращается к матери и сестре, а остается жить на кухонной тахте Джо. Как я и говорил, от этой главы веет теплом, она отлично передает чувство возвращения домой к родным и друзьям. А еще в ней очень много заскриптованных сценок, на которые так и хочется поглазеть. Ставим эту главу на 5 место и идем дальше. На 4 месте 9 глава под названием Бальзам и Бинз. Эдди с утра вызывает Вита на работу. Добравшись до бара Мальтийский Сокол, Скалета знакомится с главой семьи Карло Фальконе, а позже Эдди рассказывает, что пропало несколько парней, включая бухгалтера босса. Герою нужно их найти. Для этого предстоит проследить за Лука Гурина. Он привел Вита к бойне Клименте. В этот момент можете спросить у мужика, как пройти на территорию. Что ж, Вита выносит ржавую дверь и двигается по вонючим туннелем, где его окатывает дерьмом из водостока. Выбравшись наружу, герой заметит пропавших ребят и по-тихому следует за ними. Хорошо, что его не нашли другие гангстеры Климента по запаху, но вот Лука его все-таки учуял. На героя не вовремя нападает Громила, вследствие чего начинается драка. Но Гурина недооценил Скалету, которому удается не без помощи длинных ног Бальзама застрелить Громилу, а затем и остальных бандитов в цеху. Конечно же, пока парни освобождались из плена, Лука уже успел вызвать пару машин, но Виты и Тони разбираются и с ними. А затем с помощью тележки выносит дверь в кабинет Гурина. Далее Бальзаму собирается пустить его на фарш. Впрочем, это уже совсем другая история. После следует выбор. Можно заехать переодеться, а можно сразу поехать в Сокол и испортить аппетит присутствующим. Но как только Скалета приедет в чистом и ему сообщат приятную новость о том, что вместе с Джо он достоин вступления в семью. Это определенно стоило того дерьма, через которое он прошел. Как минимум в этот день. Стоится церемония с прокалыванием пальца, сжиганием изображения святого и клятвой верности. Именно благодаря этой сцене голова запоминается. Ранее я ничего похожего вообще не видел. А некоторые бывшие бандиты говорят, что сцена показана очень даже верно. Ставлю главу на четвертое место. И переходим к тройке лидеров. На третьем месте будет глава, которая заставила меня открыть пачку при первом прохождении. Четырнадцатая глава. Лестница в небо. Начинается все как обычно. С Калетти поступает звонок от Джо. Герой одевается, спускается вниз и встречает друга, которому подогнали крутую машину для дела. А дело следующее. Мы просто туда доедем, шлепнем одного и уедем. Раз плюнуть. Стоит только подкатить к месту. Игрок понимает, в чем он сейчас будет участвовать. Нечасто можно встретить поворот, когда герой одной части убивает героя другой. Вот это, наверное, один из самых эпичных моментов серии «Мафия». Позже оказывается, что чувачок-то был под программой защиты свидетелей. Начинается полицейская облава. Но, надо сказать, куклы вообще выполняют свою работу ужасно. И свидетеля потеряли, и преступников не догнали. В этой главе придется найти деньги для Бруно. Герой едет к Дерреку Папалардо в Доке. И именно в этот день работники решили устроить забастовку. И именно в этот день они рассказали герою о той ночи, как умер его отец. Жаль, что Вита никто не признал, когда он приехал в порт зимой 45-го. А я смотрю, дырится или не дырится. Ну, не он это. В итоге Скалетта мстит за отца, забирает деньги Деррека и отправляется к Джо. Но его нигде нет. Хорошо, что Джузефа подсказал, где его найти. Так Виты попадают в ловушку. Сначала героев пытают, а затем, выбрав момент, они выламывают трубу и убивают всех гангстеров. После Скалетта отвозит Барбара к врачу, а деньги к ростовщику. Если честно, мне не очень нравится глава после убийства Томми. Все как-то душно. В порту Деррек закидывает молотовыми, потом приходится грабить магазины, потому что денег не хватает. А затем унылая стройка. Может, конечно, это моя личная претензия, но я не очень люблю локации стройки. Это, конечно, прикольно смотреть, как разлетается штукатурка и отваливается плитка, но все-таки не мое. Поэтому главу я ставлю лишь на третье место. И это благодаря истории с Томми Анджело. А второе место занимает десятая глава. Обслуживание в номерах. Скалетте звонит Эдди и просит подъехать к Джо. Витта одевается и отправляются к другу домой. На пороге его встречает какой-то громила и шкет Марти. Оказывается, что пришло время убрать Клименте. После обсуждения плана Джо и Витта берут взрывчатку и отправляются в гостиницу Герб Эмпайра, не забыв прихватить с собой Марти. Поскольку в машине находится бомба, на гостинице можно и не доехать. А будешь и дальше... Но уже внутри, приодевшись в униформу Луиджи и Марио, герои встречают старого знакомого. Генри Томасина. Маскировка сработала. Герои поработали уборщиками и изложили заряд. После Барбара демонстрирует новый кольт в 19.11. Выйдя на крышу и пристрелив гангстеров, Джо и Витта спускаются на люльке мойщика окон ниже, закрепляют провод, а поднимаясь наверх, кабинет взрывается. Погибают все, кроме нужного человека. И тут наступает моя самая любимая часть. Перестрелка в отеле. Стекло, бутылки, столы, все разлетается в дребезги. Даже Джо кого-то выкидывает из окна. Скажем за это спасибо технологии Физикс от Nvidia. Спустившись ниже, Климента удается удрать, а Марти погибает. Очень жаль, пацана, умер практически ни за что. По глупости можно сказать. Причем по глупости Джо. Далее есть интересный момент. Обычные игроки догоняют, убивают людей Климента, а Барбара шпигует его свинцом. Но если игрок был достаточно нерасторопным, Альберто Климента может доехать до своего особняка. Миссия будет провальна. А мы увидим скрытую катсцену. Лично я узнал об этой концовке относительно недавно. Так или иначе, парочка докладывает об успехе. Витта отправляется домой, а Джо оплакивает своего подопечного. Но это еще не конец. Ночью приходится ехать за другом и забирать этого алкаша из бара, где он случайно убивает хозяина. Не должно! Чтобы скрыть следы, нужно загрузить в багажник жмурико и утилизировать. Чем-то отсылает GTA 3. Я бы сказал, в этой главе есть все. Само по себе она как мини-сюжет. А еще много интересностей. Крутые пушки, взрывы и альтернативная концовка. Пускай и с провалом миссии. Эту главу я ставлю на второе место. Теперь давайте перейдем к первому. Ну что ж, первое место я отдаю в пятой главе, которая носит название «Циркулярка». Проснувшись, Витта встречает одну из подруг Джо. Та рассказывает, что Барбара ждет его в баре у Фредди. Выйдя на улицу, на нашу знакомую нападает буйный автомобилист, которого можно утихомирить. Еще слово, и будешь субы вставлять комплектом. Доехав до бара, герой официально знакомится с лукой Гурино. Оказывается, Томасина поручили контракт на устранение одного жердяя. В этом ему должны помочь Скалетта и Барбара. Так много людей нужно потому, как цель очень везучая, и его уже пытались убрать ранее. Генри и Джо отправляются в квартиру на Сен-Дайленде, а Витта едет забирать МГ-42 у оружейника Гарри. Добравшись до торговца, вместе с ним они вспоминают фронтовые дни, а потом загружают пулемет. На квартире наша троица выжидает цель, но Витта мешкает, и жердяя успевает скрыться на спиртзаводе. Расстреляв гангстеров на улице, герои проникают внутрь, разносят завод, уничтожают оставшуюся охрану и добираются до жердяя. Генри передает послание. Привет от Дона Климента. Но получают выстрел в ногу. Джо и Витта расстреливают везунчика, а Генри выносят с горящего спиртзавода, грузят в машину и отвозят к доктору. Герой получает деньги за работу, выплачивает долги отца и возвращается домой к Барбару. Глава очень эпичная. Расстрел улицы с пулемета, Генри засовывает пистолет в рот жердя, перестрелка на спиртзаводе, а потом его уничтожение. Все выглядит круто. Очень драйвовая и классная глава, с хорошим финалом. Нет ничего лишнего. За это я и ставлю ее на первое место. А что думаете вы? Если не согласны, напишите свой топ в комментариях. Ну или расскажите о ваших любимых главах второй части. Мне будет интересно. Лично я обожаю зимние главы. Во второй мафии все они ламповые, но к сожалению их мало. Всего 4. Наверное потому их и ценим. На сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если что, видео выходят в ВК, Ютуб и Бусте. На последней платформе меня можно еще поддержать рублем. Спасибо, что смотрели. Не болейте. Услышимся. Пока.